Из трех общепринятых растровых веб-форматов JPEG, GIF и PNG недеструктивных, то есть поддерживающих сжатие без потерь, а заодно и прозрачность, есть два. Древний GIF, созданный в 87-м и доработанный в 89-м году, и чуть менее древний PNG, его представили в 96-м году. Поговорим о них, а потом посмотрим, что на почве недеструктивного сжатия смогут сделать современные форматы. Начнем с GIF. Этот формат использует сжатие по алгоритму LZV. В этом алгоритме хорошо. То, что вам удалось закодировать им, будет сжато без потерь. По современным меркам кодирование и декодирование производится довольно быстро. А вот что в этом алгоритме плохо? Он работает по строкам, что существенно ограничивает его способности находить избыточность. Такой же принцип был в RLE, но LZV ищет не последовательности одинаковых значений, а одинаковые фразы, то есть одинаковые последовательности в строке. Такой подход более применим к полтоновым изображениям, хотя количество цветов, то есть алфавит входящей последовательности, все равно должен быть ограниченным. Из вышесказанного вытекает главный недостаток. Индексированная палитра цвета, а это 256 цветов в пределе. Можно сделать и меньше. Он проприетарный. И аж до 2004 года копирайт мешал свободному применению этого формата. Но сейчас эти ограничения сняты. Как мы помним, алгоритмы формата это не одно и то же. Так вот, что касается особенностей формата, то после модификации в 1989 году он обрел два важных свойства, за которые GIF любит. Это прозрачность и анимация. Прозрачность весьма урезанная. Только один цвет из 256 может быть объявлен прозрачным. Полноценного альфа-канала не предусмотрено, да и какой там канал, если все изображение записывается в 256 цветов, и то это максимум. К свойствам формата относятся анимации, и возможности анимации тесно связаны с свойством прозрачности. Анимированное изображение записывается разницей. Только изменения относительно предыдущего кадра. При этом каждый кадр может иметь разную продолжительность. Зато GIF, который появился раньше, чем веб, отлично в этом вебе поддерживается, наравне с JPEG. Надо сказать, производители браузеров одумались и PNG тоже теперь поддерживают. Просто у них это заняло очень много времени. Особенно один там известный браузер в этом смысле отличился. Но об этом уже говорил. Теперь про PNG. Изначально его разработала макромедия, и у них получилось сделать формат открытым, так как использовался никем не закопереченный алгоритм Deflate. Как мы помним, на LZV наложили руки к углу капитализма и тем самым сдерживали его применение. PNG это очень любопытный формат. Мало того, что он лучше, чем GIF, так обычно сжимает изображение, он поддерживает полноцветное изображение. Изначально он использовался в программе макромедия Fireworks в качестве оригинального, то есть внутреннего формата. Программа эта была для подготовки графики для веб-страниц. И прямо в этот файл можно было записать разметку на слайсы, ссылки и прочие подробности. Зато с анимацией у PNG все не так однозначно. Изначально этот формат создавался исключительно для графики. Потом они одумались, но уже было поздно. В итоге есть аж целых два формата. Это расширение формата до APNG и отдельный, весьма сложный, судя по отзывам, формат MNG. Возможно, в этом был смысл, но я открываю в Хроме тестовые страницы с разными форматами анимации, и там APNG признаков жизни не подает. Лично для меня плохой знак, с GIF таких приключений не бывает. Вернемся к возможностям формата, а потом посмотрим, как это работает. Итак, он открытый и бесплатный. Глубина цвета 16 бит, то есть можно хранить не только изображения для просмотра, но и исходники фотографий. При этом существует три режима. Grayscale, индекс от 8 бит, то есть это как в GIF, он называется PNG 8, и полноцветный PNG 24. Про цветовое пространство не подумали, про смик там забыли, и из-за этого в полиграфии формат неприменим. Анимация вроде бы поддерживается, но я уже говорил как. Браузеры ее не очень поддерживают. Про прозрачность. Она поддерживается хорошо, и для этого выделяется отдельный канал, называемый альфа-каналом. Небольшие файлы с индексированными цветами компактнее укладываются в GIF, но во всех других случаях файл PNG будут меньше. Формат хранит метаданные, чего не хватало GIF. Например, попробуйте напечатать какую-нибудь картинку из GIF. Он же не знает ничего даже о себе, не то что о запечатленном на нем изображении. И получается, что принтер будет вам честно выводить изображение в 72 точки на дюйм, потому что это экранное разрешение по умолчанию. Теперь об алгоритме. Как происходит сжатие? Если в LZV, как я говорил ранее, рассматриваются строки, и только строки, в которых алгоритм ищет одинаковые фрагменты, то в алгоритме PNG есть полезная возможность заглянуть в соседнюю строку. Как это работает, хорошо показано на сайте студии Лебедева. Процитирую Метров. Правда, они начали с того, что в сравнении с GIF практически описали не LZV, а RLE, но с PNG, надеюсь, они ничего не напутали. Итак, больше всего алгоритмы, основанные на устранении повторяющейся информации, огорчаются при виде вот таких случаев. К этим алгоритмам, их называют энтропийными, относятся и RLE, который понимает только последовательно расположенные одинаковые фрагменты, а также LZV, который ищет одинаковые фрагменты в строке. А тут мы видим, что в каждой строке и повторить-то нечего. Подход PNG состоит в том, что в такой ситуации можно пойти аж целыми двумя путями. Первое, это посмотреть вверх и сказать к кодировщику повтори. А также можно пойти другим путем и сказать, да это же градиент, просто прибавляй к поединичке в каждой следующей ячейке. В обоих случаях слева указывается фильтр. То самое указание к кодировщику, что делать со строкой, куда смотреть. У каждой строки фильтр может быть свой, и это большое поле для творчества при оптимизации кодирования. Первый подход кажется логичнее, раз есть такая возможность, правда? Но тут есть одна тонкость. Нам нужно получить минимальный размер файла, а не минимальное количество инструкций. Казалось бы, вот одна строчка значений, а дальше нули, если не считать фильтра. Это же хорошо, но на самом деле не так важно, какие значения, важно сколько их. Потому что потом их надо сжать, и на этот раз будет применен Deflate-алгоритм, который использовался еще в первых архиваторах, пока zip. В любом случае нам предпочтительнее иметь наименьший алфавит входящих значений, и здесь второй вариант однозначно выигрывает. Всего и фильтров, которые можно применить к строке 5. Вот они. И вот пример использования фильтров. Возьмем такое изображение без использования фильтров. То есть преимущество алгоритма здесь используется не в полной мере. А вот это же изображение с фильтром UP. За счет частого совпадения с верхней строкой экономия получается значительная. Но если на пальцах, то вот так работает PNG.